Я, наверное, тогда, как один из организаторов, два слова скажу. Во-первых, большое спасибо Дому-музею и всем его замечательным сотрудникам за то, что приняли эту идею, в частности, и большое спасибо отсутствующей здесь Елене Леониде Пастернак, которая эту идею поддержала. И, с моей точки зрения, это очень правильно, что день рождения Шаламова отмечается в Доме Пастернака. И особенно важно, что сегодня мы поговорим, прежде всего, я думаю, Валерий Васильевич, поделиться новыми находками в архивах как раз на тему Шаламов и Пастернак. И также я позволю себе выразить скромную надежду, что это сотрудничество между поклонниками творчества Шаламовой, шалмоведами и этим замечательным местом станет постоянным. Рассчитываем. Как, Валерий Васильевич, Вы? Сейчас, да. Ну, прежде всего, надо как-то зарядиться трепетом, трепетом священным, поскольку мы находимся все-таки святом для всех любителей поэзии вместе в Доме Бориса Леонидовича Пастернака. И трепет испытывал Варлам Тихонович Шаламов. И когда он только задумал написать Варису Леонидовичу письмо, там еще на Колыме, этот же трепет он испытывал 13 ноября 1953 года, когда он на второй день приезда с Колымы, с поезд, на второй день пришел в квартиру Варису Леонидовича в Лаврушинском. И состоялась их трехчасовая беседа. При этом была жена, Варлам Тихонович Калина Игнатьевна. Потом была еще встреча, еще встреча. И последняя встреча их состояла здесь. 21 по одним данным, по другим данным, 24 июня 1956 года Варлам Тихонович был зван сюда в гости. И он здесь читал стихи. То есть, как мне объяснили, ну и там по топографии, то, что там описано, это... Ну, обед был в столовой, но все встречи, разговоры проходили вот здесь, на террасе как. И читал стихи, я думаю, может быть, даже не за столом, может быть, здесь тоже. Может быть, стол был оденен, там вот таких подробностей нет. Нет, и он читал стихи, у него это все записано, даже какие-то стихи. Ландыш, это розовый ландыш. Вот песня у него есть, цикл 6 стихотворений. И камея. Самая знаменитая и связанная как раз с Кастанаром, потому что Борис Леонидовичу это стихотворение очень нравилось. Вот если у нас есть запись камеи, есть, вот мы сейчас послушаем, потому что у нас есть на сайте довольно большая коллекция записей, а у него записи голоса шаламовая. Очень ценно, что читает, он потрясающий. Откроем, верхняя показа. Да, да. Вот так, смотри. Там, где Фарнау Шамову, Камея, Людович читает стихи о Диме Камеяне. Записи, что уже делать в эти 60-е годы, одна из них делалась у Натальи Владимировны Ким. Очень может все помнить. Что стихотворение Камея? А, ну все. На сконе гор, на сконе лес, я выбрал камень твой портрет, верка и обух татара, надежных хрупкого пирата. Олухи мужчин и преждевременных морщин я вызвал женские черты, совсем отчаянью тщеты. С колу с твоей головой я вправил в перстень снеговой. И чтоб не мучила тоска, я спрятал перстень под вода. Стихотворение написано на Колыме, датировки 50-51 год. И сам Шамов говорил, что Камея имеет 100 вариантов. Я видел первый вариант, но на самом деле, конечно, не 100, он всегда в этом плане преувеличил, особенно с цифрами. Он писал стихотворение «Сотый раз иду на почту». Ирина Павловна, между прочим, поняла и всем говорила, что 100 писем ему писала, мол, Галина Игнатьевна. Да не писала она 100 писем. То есть, и он 100 раз не ходил на почту. Это поэтическая гипермола. То есть, ее надо воспринимать не как статистический факт, а много раз ходил. Ну, много, но не 100. И также Камея имеет 100 вариантов, на самом деле, может быть, 5 или 6. Но, так сказать, здесь он читал уже почти законченный, наверное, вариант. Потому что с двумя стручками у него там были проблемы еще долго. Но я хочу рассказать немножко об истории колымских стихов Шалама, непосредственно написанных там и именно в конкретном месте, в конкретное время, на ключе Дусканья в 1949-50-х годах. Это все у него самого описано. Просто там надо было кое-какие детали сопоставлять. Еще раз выберять. Я просто такую схему расскажу. То есть, весной 1949-го года он, будучи фельдшером Центральной больницы для заключенных в поселке Дебин, он получил назначение на фельдшерский участок, на медпункт вот этого лесозаготовительного участка Дусканья. Дусканья – это название ключа или речки. Где-то километров в 12. Это отмечено от больницы. Он еще не знал тогда срока. И в любом случае для него это был какой-то совершенно новый этап жизни и судьбы. Он до этого никогда не... И Достоевский тем же учился, что в лагере и даже там в больнице невозможно побыть одному. Да, это самое главное испытание для интеллигентов, для благородных людей. Потребность побыть одному. И вот здесь он впервые получил право на одиночество. Так он выражался, Шаламов, на этом ключе. Потому что избушка была отдельная, медпункт. Он там же и жил. И не знал он, сколько там проработает. Но вот он там впервые после 12-летнего перерыва начал писать стихи. До этого были там такие моменты на Колыме. Ну, немножко режим облегчался. В 40-м году он пробовал писать. Ну, и уже когда попал в больницу на Беличи, там тоже был первых. Он даже писал такие шуточные новогодние стихи поздравления. Ну, это было совсем не то. А здесь, что там все на глазах. А здесь он впервые был один. И он оказался один на один. Ну, во-первых, с бумагой начнем с этого. История бумаги. И это все описано очень красиво у самого Шаламова. Где взять бумагу? На чем писать? То есть это же страшный дефицит там. Но у него был предшественник Гриша Баркан, тоже фельдшер. Но этот Гриша был такой очень интересный человек. Он был и стукачем, и еще был такой хозяйственной жилкой. И он где-то нашел сверток рулон оберточной бумаги. Где-то достал. Потом Гриша погиб, но Бог его наказал, что ей пишет Шалам. Да. И рулон-то остался. И вот этот рулон помог Шаламову писать. То есть он сначала писал на обрывках, а потом он решил этой бумаги. И потом решил сделать из этой оберточной бумаги, плотной, такой, достаточно желтой. Она сохранилась, я же сказал. Сшить самодельные тетради. То есть он разрезал их. Получился в одном случае нестандартный формат, в другом случае стандартный или близкий к стандартному. Он сшил это все, то самое написано, суровыми нитками, какими подшивает торбоса, вот эти вот северные, или валенки. И в них, в эти тетради, он уже переписал то, что он написал вот за эти полтора года, будучи над Ускалием. И, знаете, вот я когда сейчас вот добрался до этих тетрадей, просто какие-то поразительные чувства испытываешь. То есть эти тетради сохранились. Понимаете, они, он их берег, и сам об этом упоминал. Ну, о содержании стихов я пока не буду говорить. Но вот сам вид, вы видите, вот эти тетради, они здесь как раз, вот видите, вот нестандартный формат, и видно, что фактура бумаги совсем, так сказать, другая-то оберточная. И вот... Простите, пожалуйста, поскольку есть еще прибывшие, нельзя вас попросить еще немножко уплотниться. Сейчас, подождите секундочку, потому что сейчас будет шум все равно. Я прошу прощения, но мы не можем... Это сколько ждет... Я хочу, чтобы не умирай, чтобы не уйти, чтобы не уйти. Не, 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 когда делали сумму, то надо спецепирать, как растить поставить. Стихов, нет, это немножко другая тетрадь, но пока на ее источку остановимся. Он был написан около 300 стихотворений, туда вошло вот эти две тетради. И 22 февраля 1952 года Шаламов, будучи в это время уже в Якутии, в Эмиконе, он там уже освободился и работал фельдшером в дорожном участке. Он решил послать, он продолжал иметь связь с больницей, с своими коллегами, и вот через врача Лена Александровна Мамучишевили, мы с ней встречались потом, он отправил две эти тетради Борису Леонидовичу Пастернаку с такой надписью. Примите эти две тетради, которые никогда не будут напечатаны и изданы. Больше ничего, уважающий вас Шаламов и все. И было путешествие этих тетрадей в Москву, то есть Лена Александровна передала это все жене. Жена сначала долго искала пути к Борису Леонидовичу, потом Борису Леонидовичу это уже удалось выяснить, потому что ответил он достаточно долго, с февраля он ответил в июле, да. Почему не отвечал? У него был инфаркт в это время, понимаете, что он не мог так быстро ответить. И сам Шаламов получил ответ на письмо от Пастернака в декабре этого же года. Представьте, вот в феврале отправил тетрадину и получил феврале. В каком году речь речь? 52-й, это еще 52-й. Еще Сталин живой. Сталин живой, он, Шаламов только освободился, но стихи писать было опасно. То есть это могло привести к новому заключению, потому что в стихах можно было вычитать такое, что можно было обвинить даже в шпионстве, потому что если там на какой-то стране пишешь, да. Или вдруг там найдут какую-то крамолу политическую, а Шаламов, ну при том, при всем, даже, ну он не писал политических стихов, но он вот эту свою всю боль, он выплескал совершенно свободно, искренне, что и поражает вот это его свобода вот в этих условиях, почему вот спустя, может быть, ну сколько уже прошло, больше чем полвека, чтобы их по-настоящему оценить, эти стихи нужно вот войти в атмосферу того времени и в те обстоятельства, потому что там были вот такие стихи, вот они сейчас, я просто прочту, мы их включили в волоконт, это вот из той же самодельной тетради. Кровь и обиды, все, что ты видел, если вернешься домой, помни, не мой. В пьяном чаду, в малярийном бреду, либо на дыбе, где мышцы твои рвут палачи, молчи. В счастливом сне, любимой жене, в свете зари, не говори. Даже отцу-мертвецу на могиле, ведь не расскажешь, были. Матери помоги, матери лги, Но дочери, сыну, ночью синей о том, как ты жил, не расскажи. И другу, сжимая руку, к тайнам своим открывая ключи, про это молчи. Но на последнем, встав в пороги, устав и от правды, и от лжи, Богу и то немного, все-таки расскажи. Потрясающее стихотворение, то есть по тем условиям, хоть на Колыме, хоть где, но в миру это не могло быть написано, это могло быть только там, и вот с такой силой. И вот эти стихи тоже вошли в эти тетради. Вот один из примеров, насколько смел и свободен был Шаланов. Естественно, вот за это, что это, ну какой-нибудь НКВДшник прочел, не расскажи, молчи, да что такое, да, что ты видел. Да, даже политику даже можно было какой-то разбудить так. Ну я грубо говорю. И есть там стихи, где он напишет как раз и о лагере, но это не главная тема этих стихов. Там много стихов о любви, обращенных и к жене, и к другим женщинам. Он тосковал страшно, представляю, и много философских стихов. То есть, представляете, жизнь, нужно именно это иметь в виду, одинокая избушка там в тайге, в глухой, там полярная ночь, и небо всегда звездное. И вот он один на один с небом. Естественно, там масса философских стихов. Это стихотворение, кстати, называется Силентиум. То есть, это Тютчев. То есть, ситуация какова. И он, даже я думал об этом, нельзя назвать каким-то возрождением даже поэтом. Потому что он писал стихи до этого, до Коломи, он писал стихи. По-моему, это было новое рождение его. Или первое рождение. Поэты, потому что стихи потрясающие. И сейчас вот я занимаюсь подготовкой к изданию библиотеки поэта шаламских всех стихов. Ну, по крайней мере, основной массы. Но это будет первым разделом, естественно, идти. То есть, с чего начинался шаламов поэт. И Борис Леонидович, получив вот эти две самодельные тетради, он тоже не сразу ответил. Но, так сказать, тем не менее, ответил, сделал, во-первых, в начале своего ответа очень большой комплимент. Это же, ну, Шаламов, я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью вашей судьбы и свежестью ваших задатков поэтических. И в то же время он, так сказать, сделал достаточно строгий разбор всего, чтобы он прочел. И отметил отдельные стихи, это все во втором письме Борису Леонидовичу. Туда, еще на Колыму, ответное письмо было после. Вот. И достаточно сурово, при том, при всем. Это было. И он сделал, нет, по-моему, это он, наверное, сам сначала сделал. И он отдал эти стихи, это уже есть воспоминания Вячеслава Селдовича Иванова. Он отдал, он показывал Зинаиду Николаевичу сначала их, Борису Леонидовичу, потом отдал Вячеславу Селдовичу. И попросил тоже отметить. Вот сейчас возникла проблема установления атрибуции по метмаргиналии, вот на этих тетрадях. Вот давайте мы, может быть, даже поучаствуем в этом процессе, вот подальше. Это другая тетрадь. Так, еще дальше. Ну, вот это что-то селеньки. Сейчас там будет более характерная. Ну, вот, нет, раньше, раньше, раньше. Ну, вот это, да. Вот чьи вот галочки? Двойные, двойные. Как жаламовские? У него что-то же есть. Нет, ну, у похожих нет, похоже нет. Я узнавал, кстати, вот, ну, где какая литература. И сам жаламов, вот, что Борис Леонидович пользовался мягкими цветными карандашами. Мягкими. Это мягкий карандаш справа у нас, да? Да, мягкий. И цветной. И цветной, да. И вот, отмеченные вот эти стихи, ну, вот, на мой взгляд, ну, я в этом убежден, потому что он обладал правом первого чтения, да? Остальные уже шли, как бы, по его следам, они не должны пользоваться этими карандашами, они пользовались... Там есть другой красный, видите, вот галочки. Да, красный, да. Более-более такие скромненькие. Скромненькие, да. Вот. И слева еще, вот видите, восклицательные знаки есть, видите, вот. Это тоже не он. Ну, ты тоже не он. Ну, то есть, ну, вот, скорее всего... Это может быть, Даня Николаевна, который поправлял Борис Леонидовича. Да, вот дело в чем. Вот у нас завтра, вот, мы с Сережей, наверное, с Соловьевым должны встретиться, должна быть, историческая встреча с Вячеславовичем Селчим Ивановым. Вот пусть-ка он посмотрит, да. Я думаю, что ему будет интересно, потому что он об этом не раз по своих воспитаниях говорил. Вот об этом эпизоде, что ему Борис Леонидович сдавал и попросил поставить галочки. Вот спустя, представляете, 52-й год. И когда вы будут чувствовать, я не знаю, но нам важнее всего, конечно, результат, все-таки, атрибуция. Вот такой исторический момент. А текстологический, прошу прощения, вы не смотрели вообще, в принципе, галочки поставлено, вы не смотрели? Я не... У меня не было такой возможности. Вы не смотрели, у нас был как раз такой... Да, у нас мы изучаем, сейчас занимается его библиотекой, и мы как рассмотрелись маргиналии, в том числе, и его сеть. Галочки. Нету галочек. Нету. Да, вот все довольно... Кстати, часто именно карандаш твердый, а не... Ну, это книжка. Это книжка, а это другое. Вот, это все-таки другое. Но вот таких мы не увидели ни разу. Да, вот таких двойных галочек. Да, да. А вот у Сильвицкого я такие не видел. Нет, ну, у Сильвицкого не дошло. Да, да, да. Они ходили по рукам, то есть не называлось имени, об этом Иван отпишет, стихи Ссыльного. Какого Ссыльного? Вот стихи Ссыльного. Такая легенда. И когда Варлан Тихонович уже вернулся в Москву, именно на второй день после приезда в Москву, когда он пришел к Борису Леонидовичу, Борис Леонидович ему поддал эти тетради с победами. И учитывать то, что, так сказать, в своем письме, вот разборе, который был до того послан туда, на Крыму Шалава, он разбор достаточно критическом, так сказать, строгом и, да, местами даже, ну, жестком, можно сказать. Вот. С учетом вот этих замечаний, как-то Варлан Тихонович охладел вот к этой тетради первоначальной. Он выбрал отсюда только несколько стихотворений, вот там есть сланик, да, сказать, вот он, это первый вариант. Ну, модница это просто переписано, она написана еще раньше. Еще целый, ну, может быть, около десятка стихотворений он их, так сказать, как бы, ну, по своей высшей мерке отобрал для последующих сборников. А остальное положил, как бы, оно лежало. И, поскольку этот разбор он получил еще на Колыме, да, и он, с учетом вот этих замечаний Бориса Леонидовича, он снова взялся за работу и к приезду к Москве он написал еще, уже другую совершенно тетрадь стихот, так называемую синюю тетрадь, синюю по цвету обложки. И эта тетрадь была, нет, здесь ее нет, это другая тетрадь, синяя тетрадь была вот вручена как раз опять же вот во время этой встречи. То есть ту он забрал, а синюю отдал. Вот. И потом уже, Борис Леонидович не сразу прочел, он потом уже писал, Шалав тоже хотел ее забрать. А Борис Леонидович ему отвечал, дорогой мой, то есть у него было такое обращение, я никогда не вернул вам синие тетрадки. Это настоящие стихи настоящего самобытного поэта. Таких вещей на свете так мало. Поставлю рядом с томиком алконостовского блока. Нет, нет, да и загляну в нее. Высшая отца, то есть и действительно синюю тетрадь, ну по нашим данным, там есть в архиве синяя тетрадь, но очевидно, что это другая. То есть не вернул Борис Леонидович, вот встает проблема. Надо ее искать. Будем. Будем. Вот. Ну уже были версии, то ли она ушла в Тбилиси, в общем, не могло. Ну кстати, с Тбилиси у нас сейчас такие восстанавливаются, да, очень теплые отношения, и мы же совместные даже проекты не искали. Вот. Вот, это было бы очень важно, потому что сейчас как раз речь идет о текстологии, потому что это главная проблема, по-зрослой связи с библиотекой поэта, ну, надо найти автограф, обязательно. Хотя, ну, часть автографов есть, но там же сводная тетрадь, и там состав, и всякое, потом что-то менялся, но это очень важно. Я надеюсь, что наша встреча сегодняшняя сыграет важную роль в поисках синей тетради. Ну, по крайней мере, я обещаю, что Тбилиси в ближайшее время, во вторник, в следующий вторник, я, по крайней мере, в архиве спрошу, нет, в архиве Казанова там эти тетрадь. Да, 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 даже во вторник, ухо, да. И, соответственно, когда Шаламов стал составлять, ну, пока еще прикидывать, вот эту свою основную, главную, большую поэтическую книгу, колымские тетради, в которую входили, ну, частью стихи написаны и на Колыме, ну, и, например, наполовину туда вошли стихи написаны уже на материке, вот когда он жил на, ну, сто первом километре, в Клину, вот, на, то есть стихи 37-го года, 30, или 56-го года, 56-го годов, но это не датировка, это цикл, это подзаголовок в колымских тетради, датировка, фактически 49-й, в 37-м же он не мог писать, вот, до 49-го, фактически это 49-й, 56-й год, и вот когда он стал составлять сборники, то есть эта книга, большая колымские тетради, она состоит из шести сборников, и вот первый сборник он назвал, то есть у него копии, естественно, остались синих тетрадей, первый он назвал «Синяя тетрадь», ну, уже стала нарицательным «Синяя тетрадь», да, Борис Леонидович первый назвал, «Я никогда не верну вам «Синяя тетрадь», и вот Алан Диктович таким образом увековечил вот этот эпитет, Борис Леонидович первый сборник «Синяя тетрадь», второй «Сумка почтальона», третий «Личный и доверительно», четвертый «Золотые горы», пятый «Кипрей» и шестой «Высокий широт», вот эти сборники, куда вошло более четырехсот стихотворений, но напечатаны они были только в полном виде, в девяносто четвертом году Ирина Павловна Сиротинская, она их впервые издала, а до этого весь этот свод колумбских тетрадей был подготовлен в 65-66 году отпечатан, и копия его имелась, например, у Леонида Ефимовича Пинского. Но стихи, в отличие от рассказов, они в сам издак не пошли, потому что в чем такой трагический парадокс, стихи не поняли, недооценили, потому что рядом с колумбскими рассказами многими до сих пор, кстати говоря, кажется, что слабее вот так слово употреблять, что это рассказы, это да. Шаламов, между прочим, говорил совершенно противоположным образом, он говорит, что рассказы, ну что, ну написал там, ну вот. Вот стихи, да, кто бы издал стихи, насколько он себя читал действительно поэмом. И вот теперь, когда вот это вот восстанавливается, вся его история работа над стихами, и сам он говорил, что его мечтой было издать все мои стихи в виде поэтического дневника. Ну то есть он писал по потребности, по ежедневной, как дневник, дневники же пишутся не на публике, а для себя, для него была ежедневная потребность. Вот если издать их как поэтический дневник, вот тогда, может быть, меня могут понять. Ну вот будем как-то стремиться, то и издание крайне необходимо, и мне кажется, вообще это недоразумение, то есть, когда Шалама оценивает, даже разбирая то рассказы, не читая, не зная даже и, ну, немножко, может, зная, что он поэт был, но не понимая его масштаба как поэта, и не понимая его, это что, другая структура личности поэта, ну, не знаю, поэт это полубог, да, полубогом сделался поэт, и Шалам, кстати, цитировался, цитировал Борис Леонидов, чего эти строки довольно часто. То есть, это не говорит о том, что он недооценил рассказы, но главное, вот свою ипостась поэтическую, вот он выражал в стихах, и то, что касается Бориса Леонидовича, лучшей похвалой с его стороны, он считал слова о том, что, шаламовские слова, ваше определение о том, что рифма является поисковым инструментом, очень верно, это пушкинское определение, вот, Борислава Борис Леонидовича, и вот, наряду с другой высшей похвалой, шаламов туда отмечал вот эту ипостернаковскую. А вообще, тема шаламов-постернаков, она, ну, только-только еще начинает исследоваться, первый слой исследований был связан с их перепиской, как только она вышла, есть цикл стихов, шалам, целый цикл, посвященных пастернакам, в том числе отдельный цикл, посвященный похоронам, дню похорон, стихи 4, они есть, на самом деле, в архиве 6, есть стихотворение, написано 2 июня 60-го года, есть множество записей о пастернаке с упоминаниями, мыслей Бориса Леонидовича, есть, знаете, есть позднее размышление шаламова, о пастернаке, да, они такие резкие, категоричные, не всегда, недалеко, иногда даже часто, но совсем несправедливые, но там есть все равно зерно, некое зерно истины, есть пьеса, вот недавно мы ее опубликовали в 7-м томе о собрании сочинений шаламова, пьеса «Вечерние беседы», где действующее лицо, это Пастернак, одно из действующих лиц, Борис Пастернак, поскольку в этой пьесе шаламов собрал, ну, своей волей художника, в камере бутырской тюрьмы всех русских писателей, лауреатов Нобелевской премии, понимаете, вот, Бунин, Пастернак, Шолохов и Солженица, и там всем досталось, блестящая, такая гротескная вещь, я думаю, что кто-нибудь ее поставит, это было бы здорово, особенно, да, хороша сцена «Пилки дров», там все лауреаты пилят дрова, они тащат, как бы, другие гимнастиков, вот, есть, ну, такие-то уже афористические мысли Шоломова с упоминанием Пастернака, лучшее, что есть в русской поэзии, на его взгляд, это поздний Пушкин и ранний Пастернак, может кто-то не согласится, но ты ему так казал, да. Есть еще формула очень актуальная, острая тоже до сих пор, «Я твердо знаю, что Пастернак был жертвой холодной войны, а вы, он имел в виду Александра Исаевича Солженицына, ее орудие». То есть Пастернак – жертвой, глубокая мысль, точная. Вот, и, ну, еще, может быть, на эту же тему, дело в чем, ну, мысли эти некоторые, сказать, он сам жалел, что не все записал, он говорил, Шоломов, что записана тысячная часть моих разговоров с Пастернаком, но часть, конечно, вошла все равно в переписку основной мысли, но кто-то осталось, например, за кадром. Вот еще из записных книжек самого Шоломова. Пастернак, очевидно, то есть это утверждение, считал, что за границей негодяев, как он говорил, в сто раз больше, чем у нас. То есть это из их разговоров, очень таких интимных, задушевных разговоров, откровенных. То есть Пастернак проговаривал вот такую мысль, что был убежден в том же, за границей негодяев сто раз, ну, это, может быть, это уже гипер-балашаламовская, ну, то есть много больше. Было такое убеждение у Бориса Леонидовича, это еще было до Нобелевских премий. То есть это еще, они встречались до всей этой Нобелевской истории. Ну, у Шоломова было точно такое же убеждение, понимаете? То есть кто как влиял на кого. У Шоломова не было за границей, но раз у Бориса Леонидовича было такое убеждение, то, соответственно, у Шоломова тоже было. Это как раз подоплека письма в литературную газету, вот, психологическое. Эти негодяи, их там в сто раз больше, но никто не знает арифметики. Но, тем не менее, в этом есть истина. Я не хочу вас прямую подводить к текущим политическим событиям и к тому, как Запад, эти негодяи, прямо вот, как бы, вот они так и названы здесь, у великих людей, между прочим. Это не какие-то обмолвки. И было такое убеждение. Вероятно, эта мысль требует какого-то еще развития, комментариев. Было такое убеждение. Какие-то моменты Запад оказывает, совсем показывает себя не в самом лучшем виде. Все, я на этом заканчиваю, чтобы не переходить на международную тему. Все. Это можно долго рассказать, может, после какой-то паузы, там еще очень важный класс. Это черновики писем. Не все из черновиков вошло в письма, поэтому... Это вот эти вот тетради. Это вот второй попускок. Вот Шаламов периода как раз, ну, почти Дусканьи, это немножко позднее. Кюбюма, это вот дорожный участок в Якутии. Вот там, в этом дорожном участке он работал тоже. Вот такой он был там. И здесь вот, вот видели фотографию, да? Другую, да, уже в галстуке, да? Где вот это он таким уже появился он в Москве. То есть он уже успел побриться так хорошо и посвежить. Вот таким он, с таким они встретились. И с трепетом, естественно, носился Борис Леонидович. Вот. Но потом, после того, как Шаламов уже сделал, в свою очередь, строгий разбор доктора Живаго, вот. Очень строгий и глубокий в то же время. Мне кажется, но это тоже требует отдельных исследований, то есть мы говорили о влиянии Пастернака на Шаламов, ну, хотя это тоже еще тема необъятна, потому что там нужны и специальные стихологические анализы, и эстетические, и прочее. Но вот еще есть тема о влиянии Шаламов на Пастернака. Мне кажется, что она очень и очень заслуживает внимания. Я имею в виду именно на доктора Живаго, потому что он прочел в 54-м году, а Борис Леонидович еще и писал, и писал. И для него это тоже было потрясение, встреча с такой личностью, понимаете, и поэт, талантливый, и мыслящий. И они, кстати, говорили о прозе, уже начинали говорить Шаламову, я не буду это показывать. То есть вот эта тема влияния Шаламова на Пастернака, она, мне кажется, требует тоже развития. А вы не могли бы чуть-чуть ее развить? А мне уже толкает кто-то, или нет? Или это нечаянно? Хотя бы так тезисно о чем идет речь? Дело в чем, то есть Борис Леонидович воспринимал Шаламова как поэта, только он как прозаика и вообще не знал. Они немножко вот как он обмолвился, что вот он собирается писать прозу, но в прозе же ход другой. И все. Вот на этом переписка официально как бы заканчивается. То есть то, что касается прозы, да? Но дальше, дальше, значит, есть вот этот набросок «развить в статью», да? Он начинается со слов, да. Чернила там было слева, да, да, да. Вот, «развить в статью». Он начинается со слов. Ну, я уже расшифровал это. Я понимаю, почему Б.Л. говорит о необходимости заниматься прозой для поэта. Не все можно выразить стихами. Во время работы над прозой рождаются, утверждаются стихи. И во время работы над стихотворением стихотворение спотыкается о прозаическую, в кавычках, мысль, о явлении, которую лучше развить в прозе. Происходит взаимообогащение жанра. Для прозаика ясна необходимость заниматься стихами. Чернышевский плохой прозаик не обучен экономному слову за то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт. Вот это вот для чего нужно проза. Дальше это только общий развитие статью. Дальше статьи у него не получилось, потом мы знаем, у меня были уже в 60-е годы, Шаламов, манифесты о новой прозе и так далее. Ну вот подступы к рассказам. Шаламов начал писать рассказы только в 54-м году. До этого он писал стихи только. И у него больших планов на тот момент еще только в замысле создано в 50-е где-то годы, но может быть было еще в 56-е годы, где-то два десятка рассказов еще только. И Пастернак их не читал, он ему не показывал. И вот подступая еще к рассказам, он решил сначала для себя определить какие методы должны быть рассказы. И вот об этом он как раз писал Борис Леонидович. Вернее, хотел писать, но это черновик. Но для нас это важно. Может и письмо найдется в Тбилиси. Может быть, да? Может быть. Не возлагаете так много надежд на Тбилиси. Ну, у меня всякое случение. Дорогой Борис Леонидович, 19 октября 1954 года, он уже пишет рассказ. Какая-то адски трудная штука рассказа. Столько врывается лишнего, отталкивающего в сторону заданную тему, и такого, чему приходится давать место, открывать дверь в рассказ. Роман, вероятно, еще труднее. Ну, тут немножко неразборчиво. Мой личный опыт требует таких качеств, которые могут дать хорошие мемуары. То есть, некий литературный полуфабрикат, только такими великанами, как Герцен, превращающий мемуарную запись в полностью художественную величину. То есть, вот эта мысль, что рассказ должен быть похожим на мемуар. Понимаете? Но реализация моего опыта в рассказе неминуемо уменьшит впечатление. то есть, он понимает, что опыт, ну, не передать то, что он видел, уже непосильная задача, и он все-таки хочет писать рассказы. Притом, форма тех рассказов и наших, и переводных, которые я знаю за всю мою жизнь, не кажется мне идеалом. И не так мне хотелось бы писать рассказы, как Чехов, как Генри, о Генри, как Хемингуэй. Фроза рассказа должна быть сухой и строгой, с весьма осторожным использованием метафор, без уклонений в сторону. Ход рассказа должен быть убыстряющийся. Если не событие, то настроение сгущается и сгущается и обрывается вдруг. Он же форму для себя определен. Очень важный момент. Если хочется его перечитать, рассказ, задачу он такую ставит, то перечитать сначала до конца, а не просматривать лучшие места. Вот над такими северными рассказами я и работаю. Говорят о форме и содержании, о прямом содержании над формой и неразрывности их. Но содержание это то, что со мной, внутри меня. А форма это попытка моего общения с читателем. Я опять пишу вам не то, что собирался написать. Я вот о чем. У меня сейчас есть и новые стихи, которые вы, может быть, найдете время посмотреть. Понимаете? Все равно поэт. Ну и много еще другого. Когда это будет обработано, я думаю, что мы сделаем публикацию, может быть, даже в журнале на неуважаемом знамя. Да, почему-то нет. Да. Который только что напечатал большой статью Мария Пакевича о Шаламове и Уксовне. Очень интересно так, что он говорит. Так что работаем. Хорошо. Простите, пожалуйста, я вот все-таки не поняла, в чем было влияние Шаламова на... Я поговорю, что эта тема требует развития. Но я могу обозначить. Да. Есть одно письмо, сейчас я дословно его не помню, оно касается христианства. И как вдохновенно, я сейчас текстуально не помню, как вдохновенно пишет о религии Шаламов, которого вы как бы считали он сам себя считал по крайней мере нерелигиозным, внерелигиозным человеком, в тот момент он прочел первые вот эти... Ну, Иван, где есть эта тема, и стихи на тот момент, да, он уже знал стихи к роману, и вот он пишет, поддерживая, Борис Леонидович, вот эта мысль. Разве может... Можно ли обойтись без этой темы в русском романе? И как там будет... Ему будет стыдно там писателю-автору перед простой деревенской бабой, которая идет ко всеночной. Понимаете? Вот так. То есть, он же сын священника. Понимаете, почему у него Бог, 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 но не с большой буквы, и всяческие библейские и символы, и имена, они пересыпаны в этих стихах. То есть, он вот на тот момент, по крайней мере, он не чурался этого. Это было его жизнью. Потом он понял, что, может быть, где-то когда уже произошло какой-то другой этап, то есть, он как-то стал приспосабливаться к гражданской жизни, там это ушло. Но в тот момент, вот он жил, но мы не знаем, то есть, испытывал ли он религиозные чувства или это чувства поэта в связи с обращением к вечным темам. Это очень, вы сами понимаете, что это очень сложная тема. Сложный вопрос. Всякий поэт обращается к небесам. Даже если он не верующий. или говорит о том, что он не верующий, все равно обращается к ним. Он жил вот там под этим звездным небом, да, постоянно, а небо там низкое, низкое, знаете, вот по особенностям глобуса, он так приплюснут получать. Год же у нас приплюснут, там небо ниже над головой. есть о чем подумать, мне кажется. Вот в этом плане он мог повлиять. Плюс, там есть конкретно жесткие, претензиями это называется, по лагерю, как там отражено там немножко у доктора Живака. И Шалавов описывает, как это было. Он там рисует целый ряд таких страшных картинок, как это по-настоящему. Представьте себе ворот, там, в 60-ти градусный мороз, и люди грудью толкают от ворот. Понимаете? Чем не Египет, пишет. Играет тушь во время расстрела. Ну, еще. Но, таки, как это было отказалось, мы же не использовали этого. Нет, но просто как это по-настоящему в действительности было, то есть он подчеркнул, что ну, ну, на другом. вот лучше вот да, вот я шартословно. Вот поскольку у меня была работа именно на эту тему, и даже фильм из серии «Пастернака и руки», как раз «Пастернака и Шаламова», то я там вот цитирую письмо Шаламова, которое дает свою версию судьбы живого, свою концовку, свой финал, после того, как он прочитал вторую часть романа. И он пишет «Пастернаку». Мне думалось, что вот интеллигент, грушенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен тем растлевающим злом, которое он оставляет на десятилетии. Ну, сегодня видим, как слово осталось вместе. Доктор Жуваго будет медленно и естественно раздавлен, умершлен где-то на каторге. Вот так тебе представлял судьбу доктора Жуваго Шаламова. И финал такой сочинял свой. Как добивается, убивается 19 век в лагерях 20 века? Похороны где-нибудь в каменной яме, ногой костлявый мертвец с фанерной биркой. Все ящики от посылок шли на эти бирки, привязанные к левой щиколотке на случай эрсгумации. Но здесь уже какая-то такая совершенно мистическая параллель с судьбой Ландерттанта. С его похоронами, если они были. Это типично просто. Да, типично. Лариса не уйдет от его судьбы. Как где-то рождается мальчик, девочка, для которых все скопленное Ларисой и Юрием не пустые слова. Что это то, с чем он не боится идти по своей сезиповой дороге. Как умирает жива, потеряя силу. Как он поправляется, как к нему возвращаются слова. Это мы помним рассказ с шаламовой сентенцией. Понятие жизни. То есть он сам потом это допишет. И как он обманывается снова и снова умирает. я еще напомню здесь Барен Васильевич говорил о трех стихотворениях, которые подавлечались. Одно из них это стихотворение «Стихотворение» пастернаковская душа моя печальница, а все скобу моем доставу усыпальницы замученных живем, что это влияние Шаламова именно на пастернаков, именно как на поэта. И, собственно говоря, он отвечает Шаламову этим стихотворением и дальше перемалывает все бывшее со мной, как 40 лет без малого погостной перед вот этот вот погост, который включает в себя судьбы тех, которые были так покоронены, как сказал об этом Шаламов. Вот от такой страны, парадоксальной, действительно, Валерий Васильевич прав, парадоксальное влияние именно поэта Шаламова и личности Шаламова. Очень сильный отпечаток личности и судьбы Шаламова, который, собственно говоря, и повлиял на личность, а не только на стихи или на прозу Мастернака. Конечно, он не мог написать такую судьбу девочки или мальчика, который родится у Юры и Лары, но мы знаем, что там родилась последняя Татьяна Ларина, она Ларина, она Татьяна, которая как раз говорит страшно косноязычно, она не может никакие слова сложить в грамотную фразу. Так что предсказание Шаламова, что здесь будет как раз вся культура 19 века, которая была унесена этим ребенком, как раз это не получилось. и здесь Мастернак гораздо более жестко получается, тоже парадоксально, и прав, чем Шаламов, который предсказал, что эта культура все преодолеет и будет дальше унесена следующим поколением наследниками Юрия, Живаго и Лары. Так не получилось. В общем, эта тема очень большая, и я думаю, что совокупными какими-то усилиями она будет разрешена, но это потребует... В общем, это целая монография, об этом думать. А я от своих статьи, она у меня вышла в знамение, она стоит в журнальном зале, и все, кто не читал, могут это читать. Это было лет семь там назад. Спасибо. Потом находила моя книжка «Поставай к этой руке». Нет, я знаю, я просто вот именно это, то, что у души печальницы, это как раз ваша мысль, я не хотел просто повторяться. Ну да, да. Вполне вероятно, что есть другие пятичеты, пересечения. да есть, я говорю, что здесь много можно... Да. Вообще, слово «склоняйся» перед вашей судьбой, слово «склоняйся», я сразу вспомнила Ахматову, конечно, я над ними склонюсь, как над чашей. И знаете, вот какие-то есть вещи, которые переходили еще и устно. Я не знаю, но я думаю, что каким-то образом, может быть, Пастернак и обсуждал с Ахматовой, какое-то впечатление от слова. Хотя у Лидии Корниевны нигде ничего подобного не увидела, нигде не нашла. Это были их, сугубо личные, их личные отношения, они никуда не выходили практически. и вот то чтение стихов, которое состоялось здесь, это было «сение в гостях». То есть оно покоробило, как я понял, не со стороны Бориса Леонидовича, а со стороны может иных гостей. Я сегодня опять сидел в активе, я нахожу... Наверняка. Слушайте, когда Мадричтам читал стихи, в гостях у Пастернакова страшно отгордилась Натя Николаевна, которая, если вы помните, как она сказала, что это такое, пришел к поэту и читает свои стихи, да как он, в общем, смеется. Я сейчас найду творение. Оно так и называется «Тост». Слышится «Тост». Я сел за именинный стол и веселился, глядя в пол. Слегка качается вино, стакана закрывая дно. Но что-то есть в чужом вине, что сковывает губы мне, как лед от моих могил, чью честь, я склонен песню предпочесть. Ну вот так. Экспромт, понимаете, то есть, он не продавал, может быть, этим стихам конкретно, но настроение это передает. Это вот поэтический дневник, понимаете, вот, он мог написать долго какие-то свои мысли, и было проще гораздо написать стихотворение, насколько было талантливым. мысли сразу идет как стихотворное талантливое. совершенно нет. Около тысячи стихов наследия на официально талантливое. Там, конечно, отбор будет идти, потому что он сам был многим недоволен, с ранними, там, говоришь, что, грек был многословием, но мне надо было просто выплеснуться. Я думаю, что я когда-нибудь потом вернусь к этим же стихам и поправлю там что-то но он пришел к выводу, что вернуться, чувством вернуться невозможно. Они написаны вот тогда и с отравлением. С отравлением. Да, да. Точно. Так, я думаю, что пора, 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 нет, пора дать слово Ефим Леонидовичу, да, наверное, можно так, да? Вы, как бы, руководите? Дело в чем, да. То есть, Ефим Леонидович Гофман, он наш друг, наш, член нашего сообщества, у нас еще пока нет такого общества, как Мандельштамовское, но сообщество есть, большая шаламовское. Ефим Леонидович приехал из города Киева. Знаете об этом. Он занимается Шаламовым, серьезно занимается, и еще раньше он занимался Борисом Леонидовичем. Вот. Вообще, он очень любит литературу и очень любит музыку. Вообще, он музыковед, можно сказать, по какому-то базовому, да, обратно? Вообще-то, строго по образованию композитор, поскольку композиторский факультет окончил, но вот так же сложились обстоятельства, но вот я не смею вообще вот поставлять и говорить в контексте великих и чтимых всеми нами людей, но вот находясь в этом доме вспоминается так сказать сюжет, так сказать, который существует, когда человек начинает заниматься музыкой, но потом уходит от нее к литературе. Вот в моей жизни это все сложилось так. Да. Дело в том, что вообще я должен сказать, что тут еще для меня очень важно, что сейчас вот такое совпадение случилось, что ровно 30 лет тому назад, именно во второй половине июня 1984 года я впервые побывал здесь в этом доме. Так совпало, для меня это было невероятно значимое событие, вот первый приход сюда, после этого я бывал уже неоднократно тогда, когда был уже создан официальный музей, но то первое впечатление от посещения дома еще до статуса музея, это, конечно, совершенно незабываемо. И, кроме того, действительно, так сложилось, что Пастернак вообще для меня это совершенно особое место, занимающее явление. и вот другие действительно фигуры, которыми я занимаюсь, исследованием творчества которых и миром которых я занимаюсь, вот так было при том, что я пришел к ним вот по отдельности вроде бы не в связи с Пастернаком, это Шаламов и это Синявский, но это фигуры на самом деле связанные с Пастернаком и вот как-то существенно тут то, что ничего случайного по сути вот в таких ситуациях наверное и не бывает. Дело в том, что я вот как раз буду говорить об упомянутом Валерием Васильевичем цикле стихов Шаламова на смерть Пастернака. Вот мне было интересно как раз услышать, что на самом деле их не четыре а шесть вот это я кстати узнаю сейчас вот впервые но поскольку пока что в читательском обиходе существуют четыре я буду говорить об этих четырех стихотворениях и тут вообще действительно интересно то, что во-первых вот корпус стихов разных поэтов памяти Пастернака действительно вероятно заслуживает своего осмысления и стихи Шаламова стоят особняком уже хотя бы потому, что они были написаны непосредственно в траурные дни думается, что не у всех поэтов писавших памяти Пастернака так именно было и кроме того тут получается такая ситуация стихи эти разно характерные и вот вышло так что они безусловно соотносятся некоторые из них с какими-то общими тенденциями общими линиями характерными для поэтических приношений разных авторов памяти Пастернака а отчасти стоят особняком об этом мы конечно поговорим поподробнее и что же касается общих моментов то если отставить в сторону вот гражданскую ветвь текстов памяти Пастернака ту ветвь которая связана с отголосками Пастернаковской трагедии конца жизни травли в связи с Живаго в связи с Нобелевской премией это в первую очередь знаменитый текст Галича это стихи Германа Плесецкого Григория Пожиняна если эту ветвь отставить в сторону то обращать на себя внимание что Пастернак был настолько светоносным явлением культуры что и реакция и восприятие его смерти его ухода из жизни содержало в себе как ни странно некий светлый торжественно просветленный оттенок вот не случайно известны слова Ахматовой о том что смерть Пастернака и похороны Пастернака она воспринимает как большой религиозный праздник вот совершенно неожиданные слова вот это ощущение того что душа поэта уходит из несовершенного земного измерения переходит в измерение возвышенное в то измерение где открывается вот говоря Ахматовскими словами путь золотой и крылатый где он вышнюю волей храним то есть душа поэта идет в вечность идет в бессмертии и вот это просветленное начало проявляется в самых разных вот текстах поэтов выражается оно в частности в мотиве слияния с природой который присутствует вот и у Ахматовой он превратился в жизнь дающий колос или в тончайший им воспетый дождь хрестоматийная или допустим у того же Вознесенского кроны и корни художники уходят без шапок будто в храм в гудящие угодья в березам и дубам побеги их победы уход их как восход эти же мотивы вот есть отчасти и у Владимира Корнилова в его стихотворении и ну кроме того существенен мотив вот неожиданного буйного цветения природы вопреки вот в природе в те дни траурные вопреки трагедии у Ахматовой опять же строки и все цветы что только есть на свете навстречу этой смерти расцвели и вот в этом как раз русле и одно из стихотворений шаламовского шаламовского цикла толпа гортензий и сирени и сельских ландышей наряд нигде ни капли смертной тени и вся земля цветущий сад и майских яблонь пух летящий легчайший лебединый пух и майских яблонь пух летает легчайший лебединый пух неисчислимой белой стаей и тополя шуршат вокруг и ослепительное лето во все цвета и голоса гремит не веря в смерть поэта и твердо веря в чудеса чрезвычайно значимый характер вносит и еще одно стихотворение этого цикла орудие высшего начала он шел по жизни среди нас чтобы чтобы маяки огни причала не скрылись навсегда из глаз должны же быть такие люди кому мы верим каждый миг должны же быть живые будды не только персонажи книг я не буду отчитывать до конца но здесь существенно что это полностью перекликается с шаламовской идеей шаламовским изначальным восприятием пастернака благоговейным восхищенным восприятием пастернака как живого будды об этом шаламов говорил в ряде других записей не только стихотворных и вот при том что в тот период вот уже восприятие шаламовым пастернака уже то о чем говорил Валерий Васильевич подвергалось трансформации тем не менее были существенные оговорки вот для шаламова тогда уже в восприятии пастернака но вот здесь в этих стихах он все же вот пребывает в русле того прежнего восприятия есть еще одно стихотворение которое представляет собой некое рифмованное подобие моментальных неких фотовспышек запечатлевших естественную вот для любых обстоятельств жизни в том числе для траурных обстоятельств некую суету вот будто выбитая градом искалечена трава вот и последняя расплата послесловье суеты шорох киноаппарата жестяных венков цветы и вот совсем особняком в этом цикле стоит стихотворение рояль стихотворение символическое и во многом загадочное побудительным толчком для этого стихотворения послужил предельно вообще едва заметный вроде бы момент из обстоятельств тех траурных дней зафиксированы сознанием Шаламова то обстоятельство что рояль стоящий здесь вот и по сей день на те дни был вынесен из музыкальной комнаты на крыльцо дома вот как реагирует на это Шаламов видны царапины рояля на желтом крашеном полу наверное двери растворяли ворочали рояль в углу и он царапался когтями и очевидно из немов в борьбе с незваными гостями перешагнувшими порог и вот он вытащен наружу поставлен где-то у стены рояль беззвучное оружие необычайной тишины и все сейчас во власти вести все ждут подобия чудесам ведь здесь на том рояльном месте дух музыки почиет сам это стихотворение поражает уже тем что в отличие вот от остальных трех стихотворений здесь присутствуют и обнаруживаются отголоски пастернаковских стихов такое ощущение что это стихотворение некий подсознательный диалог Шаламова с пастернаковскими текстами причем в значительной степени диалог полемический вряд ли это было все сознательно но поскольку Шаламов ощущал поэзию пастернака как свои пять пальцев вот это подсознательное отражение пастернаковских текстов по особому интересно здесь начнем с того что ведь рояль присутствует в целом ряде стихов пастернака образ рояля и появление этого образа как правило не случайны понятное дело что для пастернака музыка как и любое как и любой вид искусства это воплощение человеческой души искусство для пастернака это просто некая органическая часть бытия существующая на равных с другими частями другими аспектами жизни и вот такое ощущение что образ рояля именно вот исходя из подобных посылок обретает в стихах пастернака черты живого существа будь то хрестоматийная ранняя импровизация я клавишей стаю кормил с руки под хлопанье крыльев плеск и клёкот ну метафора понятна клавиатура рояля стая птиц а музыка это рулады которые извлекают опять же процитируем крикливые черные цепкие клювы этих самых птиц или другой пример из стернака раннего отнюдь не такой безмятежной это знаменитое стихотворение завершающее цикл разрыв и заканчивающиеся словами а в наши дни и воздух пахнет смертью открыть окно что жилы отворить но и здесь речь идет вот о жизни живой человеческой души о любовной драме о накале страстей и музыка здесь некий катализатор страстей топлива которое подбрасывают и которое усиливает вот этот жар души аккорды как дневник меча в камин комплектами погодно и не случайно открывается это стихотворение то же образом рояля как живого существа рояль дрожащий пену звук оближет и вот поразительно что и в стихотворении Шаламова предстает рояль как живое существо и он царапался когтями живое существо у которого есть когти которое может царапаться и вот здесь но проблема то в том что смерть в отличие от стихотворения пастернака про рояль дрожащих смерть это нечто некая опасность витающая в воздухе здесь это другое это неумолимая неизбежность надвигающаяся на жизнь неумолима и вот Шаламов фиксирует вот это вот напряжение вот это вот сопротивление рояля отвоевывающие крошечную пять жизней от натиска небытия и напряжение здесь в Шаламовском тексте возникает между вот этим энергичным активным царапался и глаголом и глаголами соседней третьей страфы где рояль присутствует в неком страдательном залоге и вот он вытащен наружу поставлен где-то у стены вот это вот неуклюжее вытащен вот оно вот как будто бы вот фиксирует вот это вот превращение рояля вот в некую некий неодушевленный предмет трагическое превращение в итоге рояль из инструмента призванного звучать превращается в беззвучное оружие тишины и вот здесь стоит вспомнить еще одно стихотворение на сей раз уже позднего пастернака важное по особому для шаламовского стихотворения это стихотворение музыка вот такое ощущение что стихи шаламова на образно композиционном уровне представляют собой даже некий негатив стихотворения музыка стихотворение музыка вот дом высился как таланча по тесной лестнице угольной несли рояль два силача как колокол на колокольне на колокольню стихотворение о том как рояль вносят в помещение стихи пастернака о том как рояль выносят из дома то есть стихи шаламова да 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 я прошу простите стихи пастернака о том как рождается музыка как она начинает звучать стихи шаламова о том как музыка насильственно прекращается причем явно ощущается что рождение музыки для пастернака это большее чем просто начало звучания желез с шестого этажа на землю посмотрел с балкона как бы ее в руках держа над нею властвуя законно вернувшись внутрь он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу а собственную мысль хорал уденье мессы шелест леса вот ощущение такое что это некая мистерия это рождение музыки это метафора сотворения мира вот и кстати это образ характерный и для других стихов пастернака опять же хрестоматийная мэрхольдом так играл пред землей молодою одаренный один режиссер он как дух пролетал над водою и ребро сокрушенное тер вот прямо слышится за этими вот стихоткими образами пастернака вот из священного писания из первых глав книги бытия и увидел Бог что это хорошо вот этот образ просветленного сотворения мира и вот создается ощущение что и вот этот образ прекращения музыки для Шаламова больше чем музыка и все сейчас во власти вести все ждут подобия чудесам эти строки кстати говоря почти текстуально совпадают с строчками из очерка знаменитого Варлама Тихоновича о пастернаке вообще здесь в стихотворении есть ряд текстуальных совпадений то есть это у Шаламова неоднократно бывало когда какие-то точно найденные формулировки переходили из одного текста в другой и вот там вот я припомню вот в каком контексте эти формулировки в очерке о пастернаке там ведь речь идет о том что вот все ждали чудо на месте рояля поставили гроб с телом поэта и все ждали что он воскреснет но он не воскресал в стихах этого не вот эти этой расшифровки нет но по дальнейшему по продолжению этой заключительной строфы явно ощущается что вот эта весть в данном случае не благая весть а скорее некая сумрачная весть ведь здесь на том рояльном месте дух музыки почият сам почему пастернак здесь назван дух музыки только потому что он изначально сам занимался музыкой вряд ли думается что вот здесь в этом словосочетании не менее чем слово музыка существенно слово дух то есть вот ощущение того что пастернак это не просто явление культуры и уход пастернака это не просто уход одного отдельно взятого великого поэта дух музыки ведь он же и дух поэзии и дух вообще культуры и дух свободного творчества и вот это вот ощущение что с уходом гения такого гения как пастернак рушится один из опорнейших неких вот столпов на котором держится вообще человеческое существование держится вот наше бытие вот и вот царапины рояля вот царапающий рояль это знак того что душа писателя поэта человека варлама шаламова не может не способна примириться вот с этим ужасом вот и вот тут как раз Наталья Борисовна говорила в связи с образом дочери вот живага и Лары вот образ краха культуры краха высоких духовных ценностей вот такое ощущение что он витает над этими стихами и вот такой взгляд на ситуацию некий сумрачный и острый шаламовский взгляд вот он в стихе среди стихов памяти Пастернака уникален и думается что именно Шаламов как писатель как прозаик в своей великой прозе так потрясающе передавший вот этот ужас вот духовной энтропии которая несет потенциал зла потенциал разрушения сидящий внутри человеческих душ вот Шаламов человек по особому ощущавший вот эту катастрофичность бытия он действительно его стихотворное слово Пастернаке заслуживает особого внимания и особых размышлений спасибо спасибо а у меня вопрос скажите пожалуйста Валерий Васильевич знает еще два стихотворения это орудия высшего начала гортензии сирени рояль я сейчас будто выбитая градом и еще еще есть два ну вот я сейчас как раз их 6 они по номерам но они тени не ну был замысел 6 но в итоге не получилось первое закрытых наглухо гординах хранящих голос слезы смерть его последний поединок со смертью на глазах у всех этого нет нет этого нет а тут а переходят среди гортензии сирени слез ландыши горят то есть в итоге он от этого варианта может отказался и перешел на гортензию да это интересно Валерий Васильевич можно вопрос да вот вы касались вопрос взаимосвязи поэзии и прозы и взгляда самого Шаламова на обыке жанра вот скажите пожалуйста вот один и тот же образ Стланник отображен в стихотворении и в прозе рассказ Стланник то есть у меня вопрос в чем что раньше было написано и чем было вызвано появление вот последующих повреждений из этих двух равноценных по силе вопрос то же самое во первых я скажу определенно я скажу что Стланник стихотворением написано гораздо раньше чем рассказ причем написано можно дату назвать это вот 49-50-е годы на дускаре потому что он появился если он больше оценил поэзию нет ну что как тема не исчерпывается вообще у любого поэта он к этой теме может вернуться поэт может вернуться многократно к той же теме Стланника и ничего бы то ни было а здесь нельзя стихами выразить все он же сам сказал вот вот конечность да прокурсного нет это нет а с другой стороны Стланник тот Стланник рассказ это фактически стихотворение прозе об этом речь зачем прозе когда вы поедете потому что иначе потому что как раз он хочет больше степени проза она есть видите есть ну я к чему хочу перейти к мысли даже дьеты извините за выражение извиняем извиняем да стихи ну или поэзия это поцелуй который мы даем миру дьеты дальше продолжает но от поцелуев дети не рождаются понимаете то есть проза она более действенна грубо выражался бьеты ну что ж вы хотели что-то добавить пожалуйста спасибо я хочу вам задать как всегда провокационный вопрос сказать да я конечно это утром да да вот все-таки действительно встреча Шаламова и Пастернака это ну в значительной степени такой вот рубеж который поднял я думаю Шаламова так сказать на ту величину на тот уровень который так сказать он стал поэзом вот все-таки почему именно Пастернак понимаю что может быть вы не можете ответить на этот вопрос я не знаю может быть и может нет почему да нет ну он воспринимал его как божество еще были другие знаменитый эпизод нет знаменитый эпизод вот когда я сидел в клубе МГУ в углу и смотрел и слышал и вот думал что вот настоящий поэт каким он должен быть он этот образ унес то есть это было тогда еще ну запало это потому что ну кто рядом он же он знал великолепно все это поэзи а самое измельчало некого некого нет все измельчало там ну какие Тихоновы там когда-то подавали нет ему важна была принадлежность кто и поэзии кто и поэзии кто и поэзии ну может и это но главное нет и главный показатель так сказать этический нравственный потому что кто то есть ну Будда как живого Будду его как Христа то есть именно то есть к нему обращался не как учитель поэзии вот почитайте мои стишки то есть он для него важна была тоже поддержка и он добивался вот у человека так сказать как-то цель наверное воспринимал образ ну вот была например Ахмата ну здравствуйте куда Ахмата уже постановление об остановлении далее знали на Колыме во-первых во-вторых вы представляете в 53 году в 52 шалонов поехал в Кахмат Копальный Ахмата Близко не было близко не было и потому важно конечно начало 30-х когда он слушал Пастернага и сильнейшее впечатление которое производило Спстернаки между прочим и Бицкая была на этих стенах и эта нее тоже проиграл это впечатление. Она была знакома с Шаламовым, но не была знакома с Пастернакомым. Поэтому это такой клубок, из которого потом много вырастало. Я думаю, что это был импринт на душе Шаламова все эти тяжелейшие годы. Что такое поэт для него? Пастернак. Он подписывался в сороковые годы, когда он уже был фельдшером в больнице, там же был Валентин Португалов, рядом работал с ним тоже фельдшером. А у того были контакты с Москвой и новые стихи Пастернака, Шаламов по крайней мере читал, они туда посылались. И вот эти афинские ночи знаменитые, когда в той же больнице ночами фельдшеры и врачи, те, кто любили поэзию, они собирались на эти вечера и каждый читал стихи. Я сейчас не помню, но кто вспомнит список Португалова, список Добровольского, кто дословно перечислит, и список Шаламов. А? Пастернаку Шаламов. Блок, но там еще... Он еще есть там нюансы, с каким багажом он попал на Колыму? Что у него был? Зато он запасался багажом еще во многом, кстати, в камере Бутырской фирмы, там же был своего рода университет поэтический. Там он впервые, кстати, услышал Хадасевич от Германа Хохлова. Цветаевы, он все это запоминал. А багаж какой? То есть Пастернак. И я уехал на Колыму, так звучит, с Пастернаком и Анинский. Ну, Хадасевич отошел где-то на тот план, а потом он стал искать поэтику. Там, знаете, еще есть необъятная тема, так сказать, о мифе, о том, что якобы... Ну, во-первых, все пишут под Пастернака, это ладно, то есть в пастернаковскую эпоху всех обвиняли в том, что они пишут под Пастернака. Да. И Шаламов в том числе обвиняли, и причем этот эпизод случился в Новом мире. Там якобы, но это уже отдельная тема, но якобы Твардовский сказал, что стихи Шаламова слишком пастернаковские. Вот. Но верить этому нельзя, потому что это звучит в воспоминаниях Александра Исаевича Солженицына. То есть верить этому нельзя, потому что на самом деле по перечню тех стихов, которые Солженицын передал по просьбе Шаламова Твардовскому, там даже по названию... Там Аввакум в Пустозерске, там что пастернаковское может быть? И как мог об этом сказать Твардовский, что пастернаковское? Здрасте. То есть не показывал он стихов. Разве можно верить такому мемуаристу? Особенно теленки безобразных, которые подался. Так что, какой провокационный? Вполне закономерный вопрос, да. А как, действительно, вот в этих стихах, вот в самодельных, есть немножко, так сказать, мотивы пастернаковской, там интонации и прочее. Но в дальнейшем он выжигал это калёным железом. Он вырабатывал свою строфику. То есть он говорил, что пастернак считал идеальным для русской классики две строфы. То есть восемь, восемь строк. Я считаю двенадцать. Максимум. Ну, отталкиваясь опять же. То есть он стремился к жадкости, к краткости. Тот же Аввакум, он называл это маленькая поэма. Мы не говорим о большой стихотаре, но это маленькая поэма. А так он, ну, действительно, к двенадцати строкам он стремился. Ещё вопросы? А может быть мы сейчас сделаем небольшой перерыв? Да, а потом... Хорошо, в более неформальном и музыкальном. Потому что у нас есть редкий случай, мы встречаемся с композитором первого случая. Я не знаю, а первая главная ипостась. Или филолог литературную. Композитор Растрига, да? Да, да, да. Хорошо, перерыв десять минут. Достаточно? Да, да. Да. И этот музей получил сейчас ещё одну комнату. И там обновлена экспозиция. Мы её видели... Я её видел, даже если ещё... Я видел её в целом виде. В таком полуфабрикатном состоянии, по крайней мере, она уже выглядит намного полнее, содержательнее и последовательнее, чем это было до этого. К сожалению, здесь пальма первенства Нил Вологодского музея. Первую серьёзную экспозицию сделали немцы в литературном доме в Берлине. Вот это неправильно. Что значит первую? Не надо. Ну, в Вологде всё равно... Серьёзную, научно подготовленную, давайте так скажем. Первая, конечно, экспозиция была в Вологде. Другое дело, что в этом своём первоначальном состоянии она пробыла слишком долго. Вот, наконец-то, это не так. А музей этот очень важный... Нет, смотри, не хотели бы. Это дом, который на буклете изображён, если кто-то не знает. Это дом, в котором на самом деле жил Шалам. Был известен как Шаламовский дом, но не весь этот дом принадлежал семье Шаламова. Там четверть, наверное, где-то дома, где жила большая семья. Это дом Причта при Софийском соборе в Вологодском. И там, если вы откроете буклет, там есть уникальная фотография из следственного дела 1929 года, которая была обнаружена недавно, которая вошла в экспозицию. И, судя по всему, такие открытия, неизвестно откуда появляющиеся Шаламовские, нам ещё предстоят. Я здесь могу только интригу создать, но раскрыть не могу, поскольку сам не знаю всей этой истории. Может, Валерий Васильевич знает уже? Валерий Васильевич точно знает. Нет, он обещал быть этот человек в субботу. А в чём интрига-то? Откуда оригинал фотографии из следственного дела 1929 года, которого в деле, который до этого, фрагменты которого публиковались, насколько я понимаю, не было? Возникает вопрос. В субботу открывается новая экспозиция, там вот этот, как сказал Валерий Васильевич, человек может быть расскажет более подробно, откуда это появилось. Ещё то, что уже было сказано. В следующий год планируется выход книги из библиотеки поэта? Нет. Ребята, ну вы гоните. Это ещё должен сдать. А там же редактированный процесс может ещё два года длиться. Что будем надеяться? Это делается десятилетиями вообще-то. И институтами делается, понимаете? Я имею опыта подготовки седьмого дома, который был в чрезмерно в скором порядке появился. Это совершенно другая история. Там же половина комментариев, скажем так. Это совершенно другая история. Вот когда выйдет сборник пражский, вот это важнее, Серёжа. В августе на него, в августе, в августе за него возьмётся правда. То есть он собран и сейчас редактируется, и где-то в осенью, наверное, уже будет окончательно редактировано. Конференция, которая состоялась в минувшем году, в сентябре 2013 года. Представители 14 стран там были. И этот сборник конференции плюс к нему, видимо, мы приложим какие-то ещё и документальные материалы. По крайней мере, пражские коллеги на это рассчитывают. Он появится, если всё будет нормально, то он появится к концу текущего года. О чём мы, разумеется, сообщим на сайте Шаламфру. Если кто-то его ещё не знает и не читает, то это упущение надо обязательно исправить. Кроме того, это тоже обычно всегда мы говорим, мы приглашаем к сотрудничеству и к распространению тех материалов, которые там у нас появляются. Мы сейчас порадуем Валерия Васильевича. Сегодня пришёл обзор Шаламфа на испанском. Пришёл? На русском уже? Уже на русском. Переведённый? Уже на русском. Сам написал на Рикардо? Рикардо прислал материалы, достаточно долго это происходило. Вот сейчас весь обзор реакций испанской прессы. Он приезжает в августе. Да. Которые пишут его Шаламфа на испанском. Там сейчас уже пять томов на испанском, на немецком уже тоже пять, там шестой готовится. Многие удивляются, но на самом деле Шаламфа всё больше читают за границей, всё больше стараются исследовать. И география Шаламфа, она расширяется. Да. Ещё, может быть, даже несколько быстрее, чем мы думали некое время назад. Перевод, можно? Сейчас, можно. Коллеги и все, кто собрался, я хочу передать вам привет от Роберта Чандлера, как раз по поводу переводов. Полиан Васильевич, в немецком издании не будет стихов Шаламфа. Значит, в ноябре 2014 года должна выйти антология русской поэзии, которая будет называться, это переводы Роберта Чандлера и не только, которая будет называться «От Пушкина до Пастернака». И, собственно говоря, несколько переводов стихотворений Варлам Тихонович на английском языке, в переводе как раз Роберта, туда войдут. Поэтому мы вот ещё ожидаем такого большого события, которое будет в ноябре 2014 года. Я написал и вам ещё раз привет. А где издавать? Это будет, я не помню какая серия, но это, по-моему, в Штатах будет. Да, несколько переводов есть на сайте, можно посмотреть. Надо сказать, что Роберт Чандлер, замечательный переводчик, очень трепетно относящийся к поэзии Шаламфа. Он был на празднической конференции, он читал там стихи. В общем, это тот, да, и он сам поэт, что немаловажно для перевода. Так что это на самом деле событие. Я продолжу, потому что... Почему это ещё событие? Мало того, что с границы Шаламфа как поэта вообще практически не знают. Там, по-моему, какие-то есть несколько польских переводов. Там пытались, да. Мало. Роберт Чандлер это человек, который для западного читателя открыл Василия Гроссмана и открывает Андрея Платонова. Мы будем говорить, что открыл для западного читателя... Ну, без широкого читателя, наверное, да? Вообще Гроссмана открыли прежде всего для западного читателя Франции и Швейцарии. Не знаю. Для западного мира так не будем. То есть для Франции и Швейцарии, то для англоязычного. Для англоязычного. Да. И самая отстающая Америка, которая не перевела ещё в полном виде колымские рассказы. Да. И англичане. И англичане. И англичане. И англичане. Да. Ну, раз они... Правокуплены? Ну, там справовой вопрос есть, да. Из-за этого всё это, к сожалению, висит. С английским языком, в отличие от немецкого, испанского, итальянского, польского... Да. И китайского. Каталонского, кстати. Уже переводится, уже почти первый сборник переведён. Нет. Ну, во-первых, начнём с того, что... Кстати, стихи, около десяти стихотворений Шаламова на китайский язык, они переведены были ещё несколько лет назад, где-то в 2004-м. Вот, собственно говоря, у меня есть в распоряжении журнал «Мировая литература», который был издан в Пекине. Там, причём, переводил никто иной, как президент Китайской ассоциации русистов Лю Вэнь Фэй. Он сам тоже поэт, и там комментарии. И также переведена некоторая проза. Это всё издано в одном сборнике. А вот, известный тоже бывший на пражской конференции профессор Удзе Юй. Он переводил прозу. Там были свои сложности. То есть, некоторые, так сказать, рассказы по политическим соображениям не вошли в сборник. В частности, кстати говоря, именно те, где упоминалось КРТД. И Пугачёв у них не вошёл. Он не говорил, да. Да, это по ряду соображений. То есть, значительно сильнее, очень сильно была сокращена вступительная статья. Сейчас у меня есть вообще, помимо пражской конференции, я чувствую себя пока должником, да, но вообще есть мысль подготовить обзор шаламов в Китае вот хотя бы на основании того, что есть. То есть, у меня есть мысль перевести хотя бы кратко вот эту вступительную статью Удзе Юй. И поскольку стихи, которые были переведены, снабжены были комментариями, причём эти комментарии имеют отсылку к русской художественной литературе 19 века, на мой взгляд, это было бы интересно. Совершенно неизвестно здесь. Это было сделано, в общем-то, спонтанно, но, тем не менее, это уже вот то, что существует. Марк Васильевич, вы ещё и китайские молодежи? Ну, Валерий Васильевич, ну, так сказать, приходится, так сказать... О филиппинском я слышал. Да, да, но, так сказать, сейчас удивляться ничему не приходится. Скажи, да. Жизнь заставляет. Жизнь заставляет учить китайский. Скажи, вообще, на китайском был, не на английском. Нет, у меня просто есть хорошие, так сказать, знакомые, которые живут в Китае, которые, в общем, могут сделать перевод. Я буду их просить сделать хотя бы краткий перевод вот этой вступительной статьи, которая была вот в этой журнале «Мировая литература» на китайском языке. Сам текст у меня есть. По крайней мере, какие стихи и какая проза переведена, это уже известно. Уважаемые коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы, и вот кто-то еще что-то хочет сказать в таком уже информальном порядке. Вопрос есть по поводу инышаламовского сообщества, как Вы его сами назвали. Вот как оно образовалось, давно ли существует, кто входит вообще, что так. Это интересно. Да. Это очень интересно. Валерий Васильевич. Валерий Васильевич. Нет, пожалуйста. Валерий Васильевич. Давайте. Ну, началось все с Вас, Валерий Васильевич. Не надо, не надо. Я сразу обозначу как бы сверхзадачу, то есть программу «Максимум». Я побывал вот на заседании Мандельштамовского общества. Мне так понравилось. Вот. Мне так понравилось. Я понял, как нам далеко вот до такого сообщества, у которых есть устав, все, что нужно. Как раз не проблема. Да, да, да. Совсем не проблема. И даже время от времени деньги, получается, на свой проект. Не знаю, как уже, где, но у них 218. Недавно они и меня приняли. Меня. Ого! 220. Вот. Значит. Вот это общество, я понимаю. Я понимаю, что в итоге 90, примерно, процентов и ОРК и прочие работы тащат на себе дорогой Павел Маркович. Вот. Вот. И если мечтать об обществе, вот нашем, шаламовском об обществе как таково, у нас пока сайт, сайтовская команда, так я называю, то я бы не желал такой структуры, чтобы кто-то один тащил. Да. Нужно на коллективную работу. Вот. Дело в том, что сообщество, оно как таковое, оно существует, оно в данном случае градообразующим началом, можно так сказать, является сайт. Да. Вот. То есть есть сайт Шалама Хруи, вокруг него, так сказать, есть целый ряд очень наших добрых помощников. Все работают на исключительном, как вы понимаете, энтузиазизме. Вот. И, соответственно, сказать, мы не все многое даже не успеваем, потому что досадно и обидно и так далее. Как участие мы можем говорить, и поэтому мы очень заинтересованы, Сережа сказал, в сотрудничестве. Я бы сказал, в конкретной практической помощи. Мы испытываем нужду ежедневно и ежечасно. Вот по самым разнообразным парамикам. Мы начинаем с расшифровки текстов, распознавания и заканчивая какими-то органами, перевозкой тиражей из Москвы в Вологда. С этим не справляемся. Но только с этим, да. Только с этим. Какие-то очень скромные. Поэтому, если не сами, то можете подсказать кому-то из своих друзей, кто неравнодушен просто к саму горлам Тихоновичу и хоть чем-то может помочь. В чем-то. Мы с удовольствием. Валерий Васильевич не все сказал в этом плане. То есть, с этой точки зрения, что касается того, что здесь, то, собственно говоря, действительно вопрос-то достаточно простой. Это нужен юрист, который бы написал устав. Вот. И... Да, нужен, да. Вот в том-то и дело. Да. Да. Как бы есть такие... Не надо юриста. По аналогии. То есть, ну, нет. Если речь идет о регистрации в Минюсте, то юрист все-таки желательно. Так или иначе, да. Вот. Но я хотел сказать не об этом. Вот. То есть, все-таки есть, помимо того, что сказано, есть попытка, на мой взгляд, гораздо полиперспективная. Это создание международного шаламовского общества. Вот. Уже создана рассылка. Все-таки у нас есть, так сказать, как это говорят, за границей нам поможет, так сказать, да. То есть, есть зарубежные шаламоведы, которые, в общем, тоже работают на энтузиазме. И, в общем-то, в Соединенных Штатах, как я понимаю, так сказать, в принципе, общество зарегистрировано. Да. Все эти формальные вещи — это формальные вещи. На самом деле, начинал все, конечно же, в Вологде. Там, в свое время мы, там, с моими товарищами познакомились с Валерием Васильевичем на «Будзине памяти» Шаламова. Как-то родилась идея сайта. Через некоторое время она была воплощена. Как мне кажется, достаточно успешна. Сайт стал действительно организующим началом. В 2011 году мы провели конференцию в Москве, которая тогда собрала, помню, десять стран, если не ошибаюсь. Десять. Потом тоже на такой случайности к этому присоединился замечательный человек Ян Махонин, которого, к сожалению, здесь нет. Чешский переводчик Шаламова. Начинал переводить его отец, чешский диссидент. Он продолжил сейчас на чешском. Третья книжка, если не ошибаюсь, готовится к изданию. И мы провели вечер памяти Шаламова в Чешском культурном центре в Москве. После этого решили, о чем не провести конференцию. Тем более до Праги многим шаламоведам ехать ближе, чем до Москвы, к сожалению. Мы провели. Безопасно. И действительно есть, пусть не очень широкий, но круг людей, которые уже профессионально занимаются не только обязательно биографией или текстологией, или вопросами литературоведческими по отношению к творчеству Шаламова, которые просто интересуются, которые приходят. Вот мне звонил человек, видимо, не смог приехать. Мне недавно звонил человек, который хотел приехать сюда из Астрахани, который вот прочитал все время Шаламова, работая на севере, заинтересовался темой и вот написал нам на сайт с вопросом о том, что происходит в шаламовские дни, но вот, к сожалению, видимо, выбраться не смог. И очень приятно, что, несмотря на все организационные трудности и разного рода проблемы, люди приходят не по каким-то карьерным или прочим соображениям, а просто потому, что они этого хотят и потому, что им это почему-то очень нужно. Приходят на сайт, это одно, они не пришли с какой-то конкретной помощью. Так, ладно, отдельная тема. Сколько человек вы приблизительно оцениваете вот это такое? Ну, оно сообщество виртуальное, можно сказать, пока что, да? Почему? На самом деле это реально. Нет, посещение сайта это одно, это около 1500 посетителей в день уникальных, да? Это просто статистика. Нет, я имею в виду как активистов. Количество людей, ну, по прошлой конференции можно судить, так, приблизительно, да? Ну, около 50 человек, наверное. Нет, ну, это занимающиеся, да. Занимающиеся шаламом в мире. Из них две трети у этих негодяев на Западе, понимаете? Ну, две трети, это вы, конечно, так сказать, да. Две трети, да, у нас нет, у нас мало, в России очень мало. Ну, сколько? Два, три? Нет, ну, у нас, может быть, с десяток, полтора. И то, ну, на провинциально-узовском Москве практически никто не занимается. На кафедрах не делается. Да, не паханая поля. Мы бы сразу знали. Свобода. В Москве до прошлого года не было на одной диссертации по любой ципле защищенной по творчеству Орландо Тихоновича Шаламова. Вот, я надеюсь, Анна Петровна Гавриловна додела свою диссертацию и станет таки первой в этом списке. Хорошо. Вот. И это, конечно же, дикость, если так честно говорить. Дикость не та. Это университет. Что дикость? Потому что она доделает диссертацию. Что она первая. Что она первая. Вот. Это просто… Под вашим руководством, Сергей Михайлович, я понимаю, нет? Под коллективным руководством Сайта Шаламова. Увлекать Шаламов, а потом уже… Так, скажите, это против обмощности. И вот такого рода дикость, их достаточно много мы с ними постоянно сталкиваемся, да, когда, казалось бы, вещи совершенно уже там, нас очевидны. Тем не менее, не происходят там. На родине Орландо Тихоновича Шаламову тоже не всё в этом после, слава Богу. Там есть Валерий Максимович. А вообще никак, а это всё. Там, к сожалению, неудачно сессии проводятся. Зимние сессии проходят во время Дня памяти Шалама. В январе они никогда поэтому не могут попасть к нам на вечер. Представляете, все студенты настолько заняты, что не приходят на вечер. Это так объясняет Филкланд. А летом они не заняты. Предлагается детство учёных и интересов. Представляете, что ждать? Хотел ждать, что тут находится. Вот, вот, к сожалению, такая хранительная. Есть некоторые какие-то, иногда появляются какие-то оригинальные тексты, где Шаламу пишут, что не имеющие к нему малейшего отношения. Да, и там сдающие книги тиражом бесятых звукляров. Уже, по-моему, четыре штуки, только одна дам не сдала. К сожалению, к творчеству и армонтехне еще ни малейшего отношения не имеют. Но я бы сказал, что количество читателей увеличивает. Даже просто по статистике посещаемости сайта это видно. Не только то, что у нас там воруют тексты, и ладно, и хорошо. К сожалению, некоторые сайты, которые воруют, они потом за этот день еще просят. У вас? Нет. Ну, просто вкладный доступ выкладывают в них. Не важно. И, кстати, тут одна еще вещь, может быть, кому-то интересная. У нас же все тексты Шаламовские выложены в свободном доступе, да, с разрешением правообладателя. Будут выкладываться дальше. Никакой конкуренции с печатными изданиями нет. Вот как раз благодаря распространению этих текстов издательство Терра, которое до этого делало шеститомник, да, оно заинтересовалось и решилось переиздать шеститомник и вот еще седьмой тон дополнение. Так что в этом смысле свободное распространение информации даже книга издательскому делу совершенно не вредит. Скорее напротив. Не, ну мы седьмой, ты не спрашиваешь. Жизнеутверждающий будет очень простой. Еще раз большое спасибо Старнаковскому дому за наши сегодняшние события. И мне кажется, что то, что мы начали с очень серьезных научных изысканий и совершенно новой информации, а закончили практическими рассуждениями и фактически уже там конкретными инициативами, это, по-моему, очень правильно. И я думаю, что эти разговоры одними разговорами тут не останутся. А еще я действительно надеюсь, что мы найдем какие-то еще формы сотрудничества. Они у нас просто сами эти двоими не обязывают. Спасибо. Спасибо вам большое. Это действительно какой-то для нас замечательный опыт, и мы вообще не о вас думаем. То есть, может быть, вы об этом не знали, но мы думаем, потому что мы расширяем… Для нас это очень важно расширять представление о Пастернаке не только за счет того, что уже мы знаем и то, что, собственно говоря, известно всем, а заполнять эти такие лакуны, паузы в этом знании отраженно через кого-то, через людей, которые его знали, видели, общались и так далее. И мы понимаем, что там еще бездна. То есть, для нас, безусловно, открытий там бесконечное множество. Ну вот, например, я сегодня сделала безусловное открытие хотя бы в том, что он слышал, что его любовь к Пастернаку началась с этого слышания Пастернака. То есть, он его услышал, я думаю, поскольку это не единственный свидетель вот такого гипноза, пастернаковского гипноза. И, например, совсем недавно ушел из жизни совершенно дивный человек. Я думаю, что мы когда-нибудь сделаем ему тоже здесь какой-то вечер, посвященный его памяти. Это, если кто знает, Агранович Леонид Данилович. Ну, замечательный действительно человек. И он был режиссером, был умницей, невероятный знаток Пастернака. К сожалению, мне не удалось его сюда вытащить. Он потрясающе еще и читал Пастернака. Но он рассказывал именно эту историю. Вот я сегодня просто слушала и думала, так, наверное, и было. Что он услышал Пастернака. Он не читал его. Он услышал и с первой, первой три, он говорит, ну, там, может быть, там, ну, пять, ну, десять минут я был в состоянии совершенно, абсолютной тупости. Я ничего не понимала. Но через десять минут что-то произошло. Вот этот возник, этот ключ, который открыл. И с этого момента он стал, ну, просто больше не было для него никого столь существенного, значимого и замечательного. И я это вот ровно для того и рассказываю, что Пастернак не кончается только нашим каким-то, ну, очевидным знанием, да, вот на сегодняшний день. То есть я бы даже сказала, что никакого знания как такового и нет. Оно только ширится, пополняется. И по счастью, благодаря сегодняшнему вот этому нашему, нашей встрече, оно еще вот каким-то образом расширяется. Спасибо огромное. Я рассчитываю, что это будет продолжаться. Спасибо. Спасибо.